гильзы мы достали вот в таком состоянии сейчас выглядит блок полностью весь разобранный мы его промерили колено промерили посмотрели стали гильзы просмотрим посадочные почистим помоем друзья все детали мы подготовили все помыли пришли новые запчасти подготовили гильзы приготовили мы блок помыли почистили промерили все выступ гильзы специально сейчас показывают для тех которые говорят что там не примеряли то все там мы все примеряем и колено и выступ гильзы и кольца в гильзах соответственно и в поршнях везде все зазоры во втулках шатунов везде все проверяется просто это сделается за кадром чтобы не тратить ваше время на просмотр бесполезной ерунды где-то в предыдущих видео я показывал где это все как делается в данном видео тоже покажу вот выступ гильзы у нас дали ему преднатяг 50 ньютонов метров натянули гильзу ставим 0 получается 30 смотрим вот величина выступания франц относительно плоскости разъема предварительное натяжение 50 ньютонов 245 315 у нас 315 меньше 3 меньше чем 315 то есть выставим 0 вот у нас чуть меньше трехсот там 295 в другой плоскости то же самое то есть все мы их прошли все просмотрели проверили готовим к установке гильзы установили мы резиночки смазали их специальной смазкой которая шла в комплекте с гильзами важно друзья если у нас имеются резиночки на гильзах верхней то мы шайбы одеваем именно на гильзы затем одеваем резинки они наоборот то есть на если нет резиночки то шайбу можно ставить сюда то есть шайба должна находиться на гильзе чтобы ее не закусить когда будем устанавливать резиночкой может ее закрутить шайбу поэтому устанавливаем так и перед самой установкой перед тем как полностью уже засовывать оставляем небольшой зазорчик маленький зазорчик оставляем проверяем шайбу и потом только полностью ее устанавливаем для того чтобы у нас так хорошо входило нам необходима хорошая смазка смазка у нас отошла в комплекте с гильзами поэтому с помощью нее без всяких усилий оставляем сюда гильзы перед тем газоскоп полностью проверяем шайбу все у нас гильзы спокойно все сели итак друзья подготовили ему блок здесь его перевернули установил вкладыши тулки распредвала у нас хорошим состоянием их менять не будем меняем только толкатели толкатели подготовлены толкатели у нас оригинальные вот таким вот номером устанавливаем толкатели в посадочные места независимый стеки и расписка паста штучки и зарубежная графика стеки и танжика Трукты и танк штучки и танк штучки и танки штучки, и сверху теке самолёт Субтитры сделал DimaTorzok Затянули мы коренные. Вкладыши 300 ньютон-метров. Сделали черточки. Сделаем еще 90. После того, как поставим кожух. Установили мы шестерню по меточкам. Поставим прокладку. Прокладку на сольгинал. Готовили кожух. Установили на сольгинал. Ставим кожух на сольгинал. Болты кожуха маховика затягиваются 70 ньютон-метров. В маховик установили новое беговое кольцо. Устанавливаем маховик на своем месте. А маховик у нас затягивается 210 на 90. Маховик мы установили. Ставим двигателю в вертикальное положение. Будем подсоберем перед. И будем устанавливать поршневую грудь. Установили мы двигатель в таком положении. Завернули коренные болты. Установили новое беговое кольцо. Установили, затянули шестерню. Теперь мы ставим эти крышечки. Передние обе. Итак, мы закрутили крышечки передние. То есть переднюю крышку коленвала и переднюю крышечку распредвала. Будем ставить помпу. И тут одна есть интересная деталька, которую надо всегда проверять. У нас помпа, прокладочка помпы. Вот такая не подойдет. То есть видите, вот этот канал. Эта прокладочка не закрывает. То есть у вас будет антифриз выходить наружу при установке помпы. Прокладка должна быть. Вот такая. Вот так вот она закрывает полностью этот канал. Это у нас производство LEMO. Это производство Elling. Но это зависит не от прокладки, именно от блока. Просто не везде есть вот это вот отверстие. То есть это евро пятое, евро третье. И там подойдет именно вот такая. Не ошибайтесь. Так, в таком состоянии мы собрали двигатель. Установили мы помпу. Корпус термостана. Устанавливаем поршня. Поршня у нас подготовленная. У нас длинная сторона. Страна топливная. Топливная система. Топливная. 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 Продолжение следует... 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 Ставим прокладочку... Стыки смазываем герметиком... Ставим прокладочку... Устанавливаем поддон... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Установили... Затянули... Затянули... Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 С помощью прижима выровняли форсунку, устанавливаем топливные морковочки Теперь постепенно затягиваем сначала форсунку, потом морковку Установили мы на полной секции новые резины и уплотнения Устанавливаем их на свои места Далее прежде чем ставить трубки топливные Трубки топливные от ПЛД секции до форсунок Нам необходимо установить трубку системы охлаждения и трубку обратки Топливные трубки все мы установили Установили трубки системы охлаждения, обратки Установили также проводку и блок управления двигателем Установили корпус топливного фильтра Устанавливаем пускной коллектор Пускной коллектор у нас в прокладке необычные резиновые, алюминиевые Все, мы двигатели где-то закончили Полностью собрали Прокрутили и впускной коллектор и выпускной коллектор вместе с турбиной Двигатель готов, будем отдавать его владельцам А сейчас приступим к разборке двигателя ОМ-501 Будем его разбирать, дефектовать Здесь у нас ушел антифриз в поддон и застучал Предположительно треснула гильза Будем разбирать, смотреть Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии Ставьте лайки, всем пока Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии